С вами Алексей Ниц и вы смотрите видеоуроки Теплиц социальных технологий. Сегодня расскажу, зачем нужны антивирусы для цифровой безопасности вашего компьютера, а также какие бесплатные антивирусы можно использовать для операционных систем Windows и OS X. Начну с привычного мнения пользователя, что если не заходить на сомнительные сайты, то ничего страшного не произойдет, поэтому устанавливать антивирус не обязательно. Но нужно понимать, что вредоносные программы могут попасть на ваш компьютер разными способами. Итак, для чего же нужен антивирус? Рассмотрим три основных вида угроз. Это вредоносные программы, фишинг и мобильные угрозы. Вирусы — это не единственные вредоносные программы. Также существуют троядные, черви, блокеры, шпионские программы и т.д. Зломышленники постоянно совершенствуют программы, которые используют все новые способы проникнуть на ваш компьютер. Опасность может быть и в пиратском дистрибутиве программ или игры, на флешке знакомого и даже в социальных сетях. Основная цель злоумышленников — кража личной информации пользователей, логины и пароли от электронной почты, соцсетей, банковские данные. Также злоумышленники могут использовать компьютер жертвы без ее ведома, распространять спам, например. Фишинг — это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к официальным данным пользователей, логинам и паролям. Мошенники массово рассылают письма от лица администрации популярных сайтов или банков, а также личные сообщения внутри сервисов или социальных сетей. В письме содержится ссылка на сайт, внешне неотличимая от настоящего, либо на сайт с редиректом. Попадая на такую страницу, пользователь вводит свои логины и пароль, которые он использует для доступа к определенному сайту, что позволяет мошенникам получить контроль над аккаунтом или банковскими данными жертвы. Количество мобильных угроз ежедневно растет. Смартфоны и планшеты точно также подвержены вирусам, троянам и эксплойтам. Долгое время в России самым распространенным типом угроз были смс-трояны, которые отправляют платные смс без участия пользователя. Однако сегодня, вслед за ростом популярности мобильных платежей, все большее распространение получают трояны, крадущие данные для доступа к онлайн-банкингу. Поэтому также необходимо использовать антивирусы и для мобильных устройств. Какие же бесплатные антивирусы можно использовать для своего компьютера на базе Windows и OS X? Мы рекомендуем использовать Avast Free Antivirus 2015 и Avira Antivirus Free 2015. Они подходят как для Windows, так и для OS X. Эти антивирусы также имеют версию для смартфонов. Для компьютеров Mac с операционной системой OS X долгое время самым популярным был антивирус Clamxav, но, к сожалению, он стал платным. Итак, первый антивирус – это Avast Free Antivirus 2015. Это один из самых популярных бесплатных антивирусов для персональных компьютеров. Простой интерфейс, достаточный уровень защиты. Есть версии как для Windows, так и для Mac OS. В новой версии основной антивирусный сканер Avast получил интересную возможность. Кроме анализа существующих потенциальных угроз в виде зараженных чужеродных файлов, есть возможность анализа всего, установленного на компьютере ПО, для поиска устаревших программ и компонентов, которые могут привести к заражению. Второй антивирус – это Avira Antivirus Free 2015. Это бесплатный антивирус как для Mac, так и для Windows с облачной технологией для защиты от всевозможных угроз. Антивирус предлагает базовую защиту от вредоносных программ, но может быть усилен бесплатными приложениями и сервисами от Avira. Таким образом, используя бесплатный антивирус на своем компьютере, вы сможете обезопасить себя от злоумышленников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова